Ярослав Романчук. Человек неуёмной энергии, оптимизма и интеллекта. Мне всегда нравилось читать его статьи и посты. Глубокие, проникнутые знанием предмета, иногда просто завораживающие своими словоформами и оборотами, но в то же самое время вполне понятные и написанные доходчивым языком. Общаться с ним — одно удовольствие. Конечно, с Романчуком можно и нужно спорить, дискутировать, подвергать сомнению, требовать комментариев, но самое главное — общение с ним всегда заставляет думать. Ярослав Романчук. Человек будущего. Главный вопрос. Когда ты уехал из Беларуси, второй вопрос. Почему ты приехал именно в Украину? 14 июля я пришёл на работу, 21-го года, ни в чём не подозревая, и работал, и через пару часов мне звонок, что у меня в квартире обыск, сказали, что подозрение в финансировании терроризма, ну и 10-15 минут на сборы, маленькую сумочку для того, чтобы меня не допросили в другом месте, и поэтому я смог как бы вырваться. Уехал из Минска тропами, совершенно вполне легальными, вот, и переехал через Россию в Украину. А почему не в другое место? Потому что с 2019 года я не въездной Европейский Союз, много рассуждая на предмет контрабанды сигарет и вовлечения не только белорусских, но также литовских, польских и европейских партнёров сигаретной мафии, я, очевидно, наступил кому-то на больной мазор. В Европе? В Европе, понятно дело. Поэтому вот так получилось, что я вообще человек, наверное, единственный в мире, который не въездной Европейский Союз, борясь 25 лет за европейские ценности. И сейчас в Беларуси, потому что там мне грозит 10 лет, а то и расстрел. Так что вот такая ситуация интересная. Скажи, у тебя была база? Ты знал, что ты здесь будешь делать в Украине? Нет, абсолютно не знал, но я знал, у меня было... Я Украиной занимаюсь очень давно, профессионально, анализирую Украину. У меня здесь друзья хорошие, однокурсники. И вот благодаря однокурснику он меня приютил и, собственно, помог со всеми базовыми вещами. Но чем я буду заниматься, я не знал. У меня много людей, с которыми я работаю в рамках исследовательских проектов. Вот мои либертарианцы, сторонники свободы. И, понятное дело, одно знакомство, другое знакомство. В конечном итоге мы вышли на встречу с Михаилом Саакашвили, который возглавляет офис простых решений и результатов. Он предложил мне сотрудничество. И с тех пор я в этом замечательная организация, которая напрямую работает с администрацией президента, напрямую работает с Верховной Радой, напрямую работает с многими ведущими аналитиками Украины. Вот, то есть, получается, что те знания мои, навыки, наработки, которые я делал еще 25-30 лет, они понадобились и, собственно, в Украине. Сегодня у Зеленского, или буквально недавно был опрос, 80% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении. 80%, да? До этого, до войны было 72% считали, что Украина движется не в правильном направлении. То есть, сейчас есть фактор войны, консолидации вокруг, значит, вот, Зеленского власти за Украину, за победу. Но если сохранение старого экономического курса, год, и 70% будет думать, что страна движется не в правильном направлении. Поэтому, вот это вот, да, абсолютно. Что люди, за что мы воевали, за что мы погибали? За то, чтобы был олигархат и схематоз? Нет. За то, чтобы экономика была народной. Как она должна быть? Вот, пожалуйста, я сделал там Верховный Раде, администрацию президента. Как делать экономику военно-время? Сделал программу. Вот сейчас делаю план, как использовать помощь после войны, репарации для того, чтобы восстановить Украину. Давайте разговаривать. Но вот тот путь, который предлагают нынешний состав, экономический состав, блок именно правительства Украины, это просто ошибка. И теоретическая, и нигде ни в одной стране мира за всю историю вот такой курс не привел к успеху. А я хочу страстно, чтобы Украина была успешной, потому что успех в Украине это гарантированная свобода и независимость Беларуси. У меня просто такая вот эгоистическая цель и задача, как она, собственно, у нас все. Понятно. В каком районе ты живешь в Киеве? Это район метро Дарница. То есть левый берег. Левый берег, поэтому там у нас на удивление пару раз только истребители пролетали. А так, чтобы бомбили, в соседнем районе бомбили, то есть убитые были. А так, чтобы рядом какие-то разрушения были, нет. Потому что чисто жилой район, никакой инфраструктуры критической нету, ничего, парк рядом. Ну, то есть бомбят не только критическую инфраструктуру, а просто в жилые... Ну, вот это вот, ты знаешь, никто не знает, какая логика у тех людей, которые посылают эти ракеты сюда. Я понимаю, когда Джулиан-аэропорт, какой-то там военные объекты. Когда недавно, буквально неделю назад, там опять простое жило район и ракеты, и вот журналиста Радио Свобода убило, это, конечно, просто зверство. Ну, это вот нацистская раша, которая является наследником Гитлера, вот этих, такого же подхода к миру. Вот, и мир, который в 91-м году не понял, что нужно делать суд над коммунизмом, суд над той системой, да, чтобы четко раскрыть все архивы, показать все преступления, чтобы так же, как и немцев, окунуть в это вот дерьмо советское, чтобы никогда больше не было пиетета перед серпом и молотом, звездами, Сталином. А когда это не сделали, все, это вот была гигантская ошибка Запада. Вот сейчас вот целый цикл материалов начал писать о том, как Запад потворствовал становлению рашизма-путинизма последние 30 лет. Причем виноваты все и академический уровень, и бизнес-уровень, и международные организации, и общественные организации, и СМИ. Все вот не понимали вот этого вот современных контуров зла. Вот, и вот как книжка хорошая, вот Гуреев написал с коллегами относительно, были сначала силовые диктаторы, а сейчас спин диктировались. То есть те люди, которые делают как бы не на страхе, а на информационных манипуляциях. И мир современный, это вот манипуляционные технологии великолепные, реально качественные, которые превращают людей в орков, отрезают полностью критическое мышление, неспособность думать. А у меня главный из девизов жизни, люди, думайте, это не больно. Поэтому, когда ты призываешь к разуму, ты говоришь, да какой разум? Постмодернизм против разума, там все, да какой разум, эмоции, чувства, отключи разум. А это есть фундаментальная причина того, вот появления путинизма-рашизма. Потому что отключение разума есть, как бы тогда ты в картинках, тогда ты в клипах, тогда ты в фейках, и все. Семья твоя в безопасности. Она в Беларуси, но не с тобой. Не со мной. А тоска, грусть, любовь? Тоска, вот слава богу, что есть связи. Конечно, я тоскую, безусловно, потому что я, вот моим детям, маленькие дети, там 9 и 6, да, и поэтому я с ними нянчился все время, когда они были, то есть и пеленки, и шмонки, и пограбогулки, а с ними проводил остаток нерабочего дня, грубо говоря. Поэтому, когда вот и самое большое для них было только шок, и для меня, тем более мы хотели встретиться вот в марте на каникулах, вот, и ничего не получилось, да, здесь, и не получилось. И это планы уже были, и они переживают, и я переживаю. Ну, есть же хорошо видеосвязь, поэтому вот так это, ну, ну, я объясняю детям, раз в сто лет бывает война, друзья, ну, мы попали. Обнять, обнять детенка своего, обнять жену, напоить коня, обниму жену. Безумно хочется, но все понимают, я всем объясняю, друзья. Мы попали опять в зазор эпох, да, вот, между, 80-100 лет война. Вот мы думали, что никогда войны не будет, а вот она война. Значит, дедушка, бабушка моей жены, они жили буквально там 700 метров от деревни Хатынь. И они были свидетелями того, как Хатынь сжигали. Понимаешь, то есть 12-13 лет. И они рассказывали, то есть они вообще, бабушка, дай бог ей там здоровое и счастье на небесах, 93-4 года жила великолепно, могла перепить, наверное, любого молодого, то есть она была фантастической такой жизнедеятельной, и голос шикарный был. Это люди, люди там в землянках, в бороздах этих жили. То есть это было совершенно другое, и выжили. А что мы не выжили? Мы выжим, переживем этого путиниста, расиста. Но главное, вот что я говорю, сейчас не только там загнать его в логово и уничтожить, да, этот расизм, но самое главное изменить, радикально поменять те условия, в которых мы живем, то есть чтобы никогда не допускать ошибок. Потому что камбэк случился только потому, что кто-то подумал, что это конец истории, кто-то подумал, что вопрос не в идее, кто-то подумал, что можно расслабиться и опять-таки сделать хорошую версию социализма, марксизма. И вот когда ты понимаешь, где эти струны или где эти ниточки, которые привели, собственно, к расизму, к путинизму, ты начинаешь все делать для того, чтобы в будущем их никогда не было. То есть как фашизма, гитлеризма, нацизма в Германии, чтобы там каждый человек, каждый школьник знал. То же самое нам надо сделать все, чтобы и в Белоруссии, и в России, и в Украине это зло никогда не повторилось. А тебя война изменила лично? Появились, может, какие-то новые привычки? Ну, что-то. Новые привычки? Два месяца, собственно говоря, два месяца. Много, мало, я не знаю, но что-то же должно было измениться. Я когда был в Белоруссии, я регулярно занимался на турниках с детьми, да, и у меня был рекорд 44 подтягивания. И вот я решил восстановиться, потому что было какое-то время, когда не было возможности ходить никуда. Вот я сделал все турник, и буквально неделю назад я сделал 46 подтягиваний. Поэтому у меня, вот я каждый день хожу на турник, подтягиваюсь и поднимаю ножки для того, чтобы держать себя в форме. Вот это то, что я делаю. Могу даже видео показать. Я своими там 16-17 раз однажды я подтянулся, потом, правда, руки не мог ни опустить, ни поднять. Нет, ты делаешь 46, потом второй раз 35, третий 30, четвертый 25 и 25. Вот у меня 5 подходов. То есть суммарно это получается больше 100? Да, конечно, конечно. То есть это вот такая, то есть я обычно в футбол играю, но футбола здесь не было, у меня с ножкой проблемы были с голнистопом. А здесь надо еще как-то войти в футбол, теннис, этого еще нет. Но это я найду, когда уже война закончится. А когда война закончится? Горячая фаза закончится в мае, потом будут какие-то переговоры, потом в зависимости от того, как будет ситуация развиваться с расизмом. Я думаю, что Путина не будет к концу года уже точно. Физически его не будет? Ну, неважно. То есть он не будет тем человеком, который будет принимать решение. Будет ли он в Гаге на скамье подсудимых, либо в Верпении на скамье подсудимых, или в Харькове. Это второй вопрос. Но такого человека, как Гитлера, может он сам не доживет до этого, но надо показательно судить, все архивы открыть, и чтобы весь мир потом показывать, что делать, как это случилось, чтобы все понимали. И никогда, чтобы не допускали этого будущего. Офигенно. То есть здесь в Украине сейчас творится история мировая? В 1991 году не было ощущения такого, наверное, был слишком мал еще, да, Юн не понимал, но сейчас абсолютно ощущение, вот шкурой чувствуешь, что здесь творится мировая история. Не региональная, не украинская, именно мировая. Мир столкнулся с очередной бедой. Эта беда образовалась не только потому, что украинские олигархи или украинские там казнокрады, а потому, что мир был размазня. И сейчас украинцы гибнут, украинцы сражаются с абсолютным злом. Я думаю, что когда это зло будет побеждено, у мира откроется второе дыхание, и реально западная цивилизация получит шанс на реинкарнацию, на перезагрузку. И быть частью вот этой перезагрузки, конечно, абсолютный драйв. Круто, круто. Ты счастливый человек? Да, абсолютно. Потому что помимо того, что есть семья, помимо того, что есть друзья, есть дело, которое является и работой, и отдыхом, и увлечением, и страстью, и таким цивилизационным драйвом. Поэтому вот это все вместе дает ощущение полета. В Беларуси его было не так много, потому что там количество желающих прибить крылья, распять было очень много. А здесь, к счастью, есть среда, которая и нам в конечном итоге поможет в Беларуси расправить крылья. Здорово, здорово, здорово. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok